Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов, и сосредоточимся на Санкт-Петербургском Зените, который, к великому сожалению, проиграл Брюге и, таким образом, лишился шансов на плей-офф, ну, хотя бы Лиге Европы. Были шансы на третье место, но сейчас они тоже улетучились. Ну и на фоне всего этого мне стало интересно, а что же думают иностранцы об этой встрече, что они думают о победе Брюге со счетом 3-0 над Санкт-Петербургским Зенитом. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Многие из вас наверняка делают ставки на спорт, и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на Динамо в матче против Тульского Арсенала, потому что на победу Белоголубых дают хорошие коэффициенты 1,7. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом COSTYA200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Фред Ван Дьезель написал. Мы разнесли зенит так же жестко, как и сборная Бельгии разгромила российскую в отбое на чемпионат Европы. Ну, что тут скажешь. Бельгийцы, получается, над нами прям доминируют. Последнее время действительно в матчах отборочного этапа дважды бельгийцы одолели нашу сборную с общим счетом 7-2. Ну, печально, что тут скажешь. Йос Ван Дер Херевеген написал. Зенит сильно деградировал по сравнению с первым матчем против Брюгия. Команда не показала ничего. Не совсем понятно, как Лацо умудрился потерять очки с таким соперником. Ну вот, по-разному сложились эти встречи. Для справедливости нужно отметить, что с Лацо играл немножко другой состав Зенита. Поэтому там обстановка была иной. Юарри Ван Брюссель написал. Нам невероятно повезло, что досталась именно такая команда из первой корзины. Российский чемпион – это настоящий подарок в Лиге Чемпионов. Ну, получается, да, потому что в первой корзине, если смотреть на другие команды, они, конечно, смотрелись опаснее Зенита. Особенно чемпионы Англии, Испании, Италии. Вот там вот серьезные команды, конечно же. А чемпион России на фоне остальных – это, конечно, подарок. Дорина Хаутекета написал. «Сорокамиллионный Малком сыграл на уровне 18-летних ребят из нашей юношеской команды. Хорошо, что мы выращиваем себе звезд, а не покупаем». Ну, разный подход, конечно, к трансферной политике у Брюги и у Зенита. Брюги сосредоточен на поиске своих каких-то воспитанников талантливых. Ну, а что касается Зенита, ну, сорокамиллионный Малком изначально казался успешной сделкой, но, к сожалению, не проявляет он себя пока что должным образом. Это в определенном смысле разочарование. Но, с другой стороны, были и успешные трансферы подобного типа. Например, Халка купили тоже за большие деньги, но он, по-моему, каждую копейку оправдал, а потом еще и на нем денег в итоге, по-моему, удалось заработать, когда его продали в Китае. Поэтому здесь имеет право на существование и политика по выращиванию футболистов, и политика с покупкой классных игроков. Хотя, да, иногда это большой риск. Вот, например, Малком не играет на свои 40 миллионов. Брайан Мэнхуд написал, «Оборона Зенита ужасна. Мы могли забивать еще больше. Видимо, уход нашего воспитанника Ломберца оказался слишком тяжелым ударом». Ну, Ломберц, кстати, действительно воспитанник Брюге, правда, за эту команду он почти не играл. Иван Деклерк написал, «Состав Зенита стоит 180 миллионов, наш состав 144. Честно говоря, я не понимаю, почему игроки Зенита так высоко оцениваются». Ну, трансфер-макт – это не истина в последней инстанции, к тому же там оценивают не качество игры футболиста, а его трансферную стоимость. То есть, например, Буфон стоит в 6 раз дешевле Лунева, например, из Зенита. Вот так вот там бывает, потому что Буфон возрастной, ветеран, и вряд ли его кто-то станет покупать. Поэтому у него низкая трансферная стоимость. Поэтому суммарная стоимость команды не отражает ее реальную силу, как, например, у Зенита. Ясмин Калеверт написал, «Соперник потерял значительную часть своих лидеров, но этим нужно было воспользоваться, и наша команда великолепно использовала все слабости Зенита». Ну, Зенита играл без Дзюбы, Караваева, Винделла и Ловрина, плюс некоторые футболисты не были готовы выйти с первых минут. Ну и Люк Калевю написал, «Если в первой игре нам немного повезло, то сейчас мы были гораздо сильнее Зенита. Мы могли забивать еще больше». Ну, у Брюги действительно были моменты, чтобы забить еще. К счастью для нас, мы обошлись хотя бы счетом 3-0. А так могло быть все еще хуже, по факту. Так что матч провальный, ужасный, и нужно делать из него выводы. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом КОСТЬЯ200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.